В воскресенье в Северной Ирландии состоится проводимая раз в 10 лет всеобщая перепись населения. По оценкам наблюдателей, впервые за три века число католиков, традиционно выступающих за объединение с Ирландией, может превысить количество британских протестантов, предпочитающих жить в составе Соединенного Королевства. Итоги будут опубликованы не ранее 2022 года. «Сегодня в Северной Ирландии половина школьников – католики, и только треть протестанты», объясняет исследователь Пол Нолан. Через некоторое время они станут избирателями и смогут голосовать. Тенденция такая, что в какой-то момент в будущем католиков в Северной Ирландии станет больше, чем протестантов. И, возможно, мы увидим это, когда получим результаты переписи. И если ранее доля протестантов составляла 60%, то по результатам переписи 2011 года разрыв между двумя группами сократился до 3%. Билли Хатчинсон, лидер небольшой прогрессивной юнионистской партии, действующей в районе Шанкел в Белфасте, уверен, что католическое большинство не приведет к появлению Объединенной Ирландии. Только потому, что католиков больше, это не значит, что они все хотят жить в Объединенной Ирландии. Эти католики живут в стране, где у них есть права на социальное обеспечение, где есть национальная служба здравоохранения. Люди будут принимать решения на основе этого. Да, можно говорить о тенденциях, но главная задача — понять направление развития. Мы узнаем, когда получим результаты переписи. По данным исследования, проведенного на рынке труда Северной Ирландии в 2016 году, выяснилось, что на рабочих местах стало больше католиков, чем протестантов. Юнионисты видят ущерб, который нанес и продолжает наносить Брексит, говорит депутат партии Шинфейн, который выступает за единую республиканскую Ирландию. Многие юнионисты начинают принимать участие в разговоре о том, как будет выглядеть новая Ирландия, и результаты переписи расширят эту дискуссию. Очень многие уверены, что в итоге католиков окажется больше, чем протестантов, передает из Белфаста корреспондент Евроньюз Кен Мюррей. В таком случае следует ожидать, что сторонники объединения с Ирландией в ближайшие годы, скорее всего, активизируют свою кампанию. Все должно проясниться через 12 месяцев.